у кого какие идеи как вы себе видите реализацию данного задания классы методы как проверяем что где чего все ну как вы видите структуру вашего будущего приложения то есть как методы реализовать рассказывать не надо главное хотя бы понимать что они будут принимать что они будут возвращать реализация это ну как давайте так сначала более глобально сколько классов как называются два хорошо как называются может задание читали можно ну strings strings утils лучше потому что strings ну не совсем понятно что там может это какой-то класс для хранения строк strings утils уже понятно как будто ну и strings бы понятно было бы что это такое ну одна буква в конце она ну не очень наглядно strings утил сразу понятно утилиты для строк утилиты это статические методы то есть грубо говоря класс со статическими методами для всяких возможных манипуляций со строками хорошо а как методы назовем то есть второй человек второй класс ты строками translate it the haz plural строками то есть инструменты манипуляций по статическим методами и в первый мотор объект то есть например строить акции в большую задачу это статический методы. they've changed which to write very fast. В первом классе будут методы. статические 태 men 같이? são прям сильные мерии статические статические убедляции хорошо а во втором классе что будет все надеждат не услыш threats. Во втором Мейн, в котором будет происходить вызов всех методов для того, чтобы их протестить. Я бы сказал такой тест всех методов. Вы все методы вызовите и посмотрите, что они действительно работают так, как вы хотели. Хорошо. Смотрите, все методы что-то должны в качестве аргументов получать и зачастую всегда что-то должны возвращать. Зачастую это string, но иногда там, по-моему, int, когда надо что-то посчитать. Окей. Какое задание показать? Давайте второе. Седьмое вы сами помучаетесь. Так что вы самые сложные выбираете. Сейчас. Давайте подумаем. Если вы не знаете, что это такое, значит вы и не сможете их использовать. То есть регулярные выражения будем на программинге учить. Кто не понимает, что это значит, значит вы их и не сможете использовать. Найти все выхождения строки. Седьмое показать. Заданные строки почитать количество слов, заканчивающихся на а и лес без учета регистра символов. Ну, давайте. Какой бы вариант вам показать. В принципе, задачу, смотрите. Ну, здесь просто не все проверки нужны. Вот, например, во втором задании. Здесь надо было бы, ну, просто скажу, во втором задании надо, во-первых, проверять длину строки на нечетность. Проверять длину строки на больше трех. Потом искать три центральных символа. Потом их как-то вырезать, а потом их возвращать. Да. Ну, подумайте, как найти три центральных символа в слове. Как вы думаете, как это можно сделать? Найти средний и отступить влево и вправо на один символ. Центральный. Ну, давайте седьмое, так седьмое. Что у нас тут посчитать? Количество А и С. Давайте усложним чуть задачу. Практика у нас вторая. Будет у нас string.utils. И public static. Что там надо посчитать? Количество. Посчитать количество слов. Тип возвращаемых данных int. Назовем как? Что мы делаем? Мы считаем слова, заканчивающиеся на символы. Схемкредит. Продолжение. Схемкредит. Схемкредит. Более, это вызовем Aparhoid. count words ends with symbols. Понятное название вроде. А с символами что не так? Что в качестве аргументов будет? А тут давайте массив чаров. Сказано на AS, а я делаю массив чаров, я могу считать, сам буду задавать на какие символы меня интересует количество заканчивающихся слов. Чар, символ. Теперь у кого какие идеи, как же посчитать сколько слов заканчиваются на заданные символы? Ну, индексов на чем вызывать? Ну, давайте глобально. Как можно посчитать? Я вижу так сходу два варианта. Первый вариант. Мы можем разбить наш текст на массив слов, потом каждое слово отдельно анализировать. Второй вариант. мы можем идти по нашей строчке цикла. И почему? Ну, значит мы будем искать не только пробелы, а символы разделителей. Да. Ну, то есть все, на что может заканчиваться слово. То есть, ну, такая уже логика начинает так быть. Ну, будет много и. Е, ну, вернее, условие будет сложным. То есть, я должен что сделать? Я должен for, который перебирает и. Потому что даже не так. Помните, мы с вами считали количество символов. То есть, мы можем искать пробел, или точку, или запятую, или... То есть, много раз искать придется. Хотя... Можем взять массив разделителей. Находим этот разделитель. Смотрим предыдущий символ. Ищем дальше разделитель. Смотрим предыдущий символ. Ищем дальше разделитель. Смотрим предыдущий символ. У нас будет 3 вложенных for For, 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 for Дальше Это один вариант Второй вариант Мы идем Смотрим каждый символ То есть charred На первой позиции На второй, на третьей Находим наш знак разделитель У нас будет условие Charred равен А или То есть равен или пробел Или восхитительный знак Или вопросительный знак Ну то есть много будет Charred равно Charred равно И если это знак разделитель То смотрим А предыдущий у нас А или С Если А или С Увеличим счетчик Если не А и С Не увеличим Вот у нас будет Ну один вложенный Один цикл Цикл А в нем Просто много проверок Это вариант попроще Без кучи вложенных циклов И еще вариант Как я сказал Делим на массив слов По которым мы идем циклом И смотрим на что заканчивается слово Самый простой вариант С точки зрения реализации Потому что Меньше кода Меньше проверок Меньше условий Следовательно Чем меньше условий Тем меньше вероятность Где-то чего-то не Заблюсти Что Какой вариант реализовать будем? Ну Задача всегда Решить ее максимально быстро Да И Чтобы было меньше мест Для ошибки Чем больше вы Напишите условий Чем больше кода Тем больше вероятность Того что где-то будет ошибка Окей То есть делаем массив Ну сначала сделаем IntCounter Counter Изначально равный нулю Его вернем А здесь будем делать Теперь пишем String Массив строк Что у нас String Равно С Точка Split Метод который Делит строку На Массив строк В качестве Аргумента Он требует Строку Разделителей Правда Эта строка Задается в виде Регулярок Но Мы с вами Можем просто Эти символы Разделители Перечислить Подряд То есть Мы с вами Регулярных Выражений Не знаем Поэтому Просто Перечисляем Варианты Символов Разделителей Подряд Что у нас Может быть Пробел Воспитательный Вопросительный Знак Запятая Можно Единственное Что Давайте Поставим Точка Точка Является Спецсимволом Давайте Заэкранируем Вот так В регулярных Выражениях Точка Это любой Символ Поэтому Так как Это у нас Регулярные Выражения Точку Надо Экранировать Двумя Слышами Что еще Может быть Двоеточие Двоеточие Точка Запятой Что еще Двойные Или Одинагрные Двойные Значит Экранируем То есть Смотрите Вот это Я Экранирую Для того Чтобы Строка Продолжалась Потому что Если я ее Не заэкранирую Это будет Значит Конец Строки Так Это Символ В этой Строке То есть Кавычки В этой Строке А здесь Я Экранирую Точку Я пишу Два Слыша Почему Потому что Один Слэш Сэкранирую Точку Но Мне В регулярном Выражении Надо Чтобы Было Слэш Точка А чтобы В строке Написать Слэш Надо написать Два Слэша Потому что Слэш Сам по себе Это тоже Спецсимвол То есть Слэш Это Спецсимвол Поэтому Чтобы Мне То есть Слэш Это Экранирующий Спецсимвол Так вот Чтобы Мне В строке Шел Прямо Слэш Надо Написать Два Слэша То есть Слэш Экранирует Слэш В принципе Вроде Все Перечислили Единственное А вся Слэш Вот Слэш Не Поняли Смотрите Вот Этот Слэш Это Спецсимвол Который Говорит О том Что Дальше Идет Ну Есть Как Эскейп Последовательность Так Называем Перенос Каретки Это Слэш Перевод Этого Возврат Ее Домой Слэш Р Ну Есть Непечатные Спецсимволы Вот они Слэш Что-то А слэш Точка Такого Нет Он Говорит Это Ты Что-то Неправильно Написал А мне Надо Этот Слэш Проэкранировать Потому Что Слэш Точку Надо Написать Слэш Точка Почему Слэш Точка Потому Что Точка Сама По Себе Спецсимвол То Чтобы Как просто Знак Но Написать Слэш Точка А Вот Два Слэша Да Это Точку Заэкранировать А тут Может Три Слэша Три Слэша Три Слэша Наверное Давайте Три Попробуем Не Нельзя Два Два Слэша Надо Попробовать То Ну Вроде Вот Вот Мы Написали Слэш Точка Заэкранировали Теперь Давайте Это Мы Получили Массив Строк Теперь Что Нам Нужно Сделать Нам Нужно Сделать Пройтись По Этой Строчке Циклом И Посмотреть Что Последний Символ Не А Или Не С Как Это Сделать То есть Вернее Последний Символ Это Не Из Наших Чаров То есть Нам Нужен Еще Один Символ Итер Теперь По Символ А Как Теперь Проверить Что Последний Не Из Этого Символ Символ Последний Символ Слово Взять Вот Есть And With То есть Сим Стринг And With Надо Дать Правда Строку А у Нас С вами Чар Символ Символ А Как Из Чара Сделать Строку У Чара Нельзя Вызвать То Стринг Это Примитивный Тип Есть Класс Стринг У которого Есть Метод Value Off Он Из Любого Типа Данных Делает Строку Ок И это У нас Что Будет С вами Условия Если То Что Делаем И Continue Continue Не Можете Слово Одновременно На две Буквы Закончится Правильно То Есть Не Continue В данном Случае А Break Выходим Из Вот Этого Цикла К Следующему Слову Все Вся Реализация Осталось Только Проверить Что Мы С Вами Наваяли Такого Не Знаю Пишем Стринг С 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 мы пишем тест с out красоту наводим for это у нас какое седьмое задание теперь пишем что наша строка с тестовая строка что мама мыла раму . папа пил рапу все тестовая строка теперь int result равен стринкс утилс . сюда даем с и что мы сюда даем еще массив чаров нью массив нью чар чар массив какие буквы будем искать давайте букву а и букву ю вот это слово не найдет я не поставил ничего давайте представьте воскресательный знак поставим будем искать символ a и символ u мы забыли с вами еще учесть ignore case ints with ints а есть тут ints with ignore case нету тогда берем из нашей строки на нашей строке вызываем а не на нашей букве а если большую букву дадут а не давайте не ints with и quals ignore кейс то есть задание сказано без учета регистра правильно следовательно маленькая большая буква должны дать true Возьмем чары, сравнить без учета регистра не получится в лоб. Возьмем чары, сравнить без учета регистра. Давайте, знаете, как правильно сделаем? Сделаем массив строк из наших символов. Все их сделаем в маленьком регистре, а потом и нашу строку сделаем в маленьком регистре, а потом будем уже сравнивать. Так будет оптимальней. То есть пишем, что «s» равно «s to lowercase». Все, у нас вся строка в маленьком регистре перед разделением. А теперь из массива чаров сделаем массив строк. Тоже все в маленьком регистре. Массив строк, символ стр, символ стр, символ стр. стр, символ стр, символ стр, символ стр. А теперь нам чар не нужен, мы с вами сможем это скопировать. А не сможем, нужен. Методом ArrayCopy не получится, у нас надо еще из чаров делать строки. Следовательно, берем стр, символ стр, символ стр, символ стр, стр, символ стр, символ стр, символ стр, символ стр и символ стр, из другого Destin. Value of ToLoreCase О! Все учли теперь! Можно проверять Да Сейчас Давайте посмотрим, что работает Получили result Теперь system.out.println in string string ends with plus arrays to string второй аргумент надо тоже вынести char массив symbols равно вот это можно просто вот это Сюда передадим symbols сюда symbols сколько то там results times так сделать in string в нашей строке words ends with перечисляем символы столько-то раз интересно заработает или нет в строке мыла раму папа пил рапу words with 0 times что-то мы здесь вот здесь я не исправил у меня strings ends with сюда надо нет символ здесь будет string символ еще раз давайте смотреть что у нас получилось с вами за массив строк мама мыла раму символы какие у нас символы i i i i у символ string a и у массив строк на слова не разбился а так так разбился 5 раз правильно где наша раз два три четыре пять теперь правильно если тут еще поставить плюсик то любая комбинация символов в конце будет учитываться то есть не один пробел а хоть 50 пробелов подряд теперь объясняю чего здесь получилось то есть мы с вами написали метод который учитывает любые варианты то есть здесь в принципе уже и дописывать то нечего совершенствовать уже нечего все что можно учтено мы с вами получаем строку мы с вами получаем массив чаров нам нужно объявить каунтер который будет считать количество слов заканчивающихся на один из символов который пришел в качестве массива чаров мы берем строку делаем все символы маленькими потому что у нас сказано что считать надо без учета регистра то есть все символы строки сделали маленькими все у нас уже больших символов нету да ну ту lowercase из строки s сделал новую строку где все символы маленькие дальше у нас в качестве аргумента пришел массив чаров опять же нам нужны все символы маленькие чтобы не заморачиваться с большими маленькими чарами я этот массив чаров перегоняю в массив строк и тоже делаю маленькими вот это я создал массив просто массив строк размерностью такой же как и массив чаров потом я в цикле перебираю все символы символы все чары ну делаю цикл на столько итераций с какой размерностью у меня массив чаров из каждого чара делаю строку и на строке вызываю метод to lowercase получаю букву маленькую и записываю ее в массив стрингов что-то мне не пришла идея как из маленькой из большого чара сделать маленький этот метод знаю такой вот я так и сделал теперь я строку исходную разбиваю на массив строк при помощи метода сплит метод сплит в качестве аргумента принимает регулярное выражение в двух словах регулярное выражение это шаблон строки то есть ну как бы любую строку можно постараться описать каким-то шаблоном что здесь написано квадратные скобки говорят о том что любой символ из внутреннего содержимого то есть в квадратных скобках я перечислил все те символы которые в моем случае будут являться разделителями ну это регулярное выражение регекс ну это так называется на английском плюсик говорит о том что любая комбинация из этих символов то есть в квадратных скобках я перечисляю символы а плюсик после квадратных скобок говорит о том что не просто один из этих а любая комбинация из этих в квадратных скобках понятная идея то есть не будет плюсика смотрите ну все равно он ну просто там все равно будет работать ну так как бы ну просто пять точек ну некрасиво строку разобьет плюсик говорит о том что любой из этих символов плюс в любой комбинации между собой и я вот этим видом разбиваю строку здесь я по массиву строк прохожусь и каждую строку каждое свое слово смотрю не заканчивается ли он на символ ну из моего массива символов если заканчивается увеличиваю счетчик и потом выхожу ну потому что если я нашел то что строка закончилась на какой-то символ она не может закончиться еще на какой-то все уже нашел мне нужно я вышел перешел к следующему слову вышел из перебора символов из массива символов окончания строки все вернул каунтер вот это уже чисто метод проверка если запустить вот пожалуйста пять сделаю U большую все равно пять заменю U на Y например четыре то есть работает что-то как-то мы затянули с этим примером то есть ну а если без регулярного выражения будет тяжело учесть все эти возможные варианты окончания слова ну просто будет куча ифов ну или куча сравнений то есть я вот здесь могу предусмотреть все возможные варианты окончания слова а так мне придется сравнивать а если это а если вот 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 это по-быстрому. Сейчас давайте это и то и то открою. Постараюсь чтоб оно влезло, ну вряд ли. Сейчас. Сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok.